Итак, заканчивается недельная глава Шмени. Она очень много рассказывала о кашруте, о питании, казалось бы, что тут такого важного. Но давайте вспомним другое. Самый первый закон, данный Богом человечеству, касался пищи и говорил следующее. От всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла есть не будет. То есть разговор шел о еде. Бог не объяснял причину, почему можно одно есть, второе не есть. Возможно, в этом и заключается главное в заповедях кашрута. Поступать так, как ты не понимаешь. Причины какие, никакие объяснения нет. Вот это признать власть Бога над собой. Неповиновение означало, что Адам и Ева решили, что знают больше, чем Бог. Воздержаться от какой-то пищи только потому, что он нам запретил. Совершенно не по каким-то другим причинам. Вот это и есть, наверное, все-таки то уважение, когда мы признаем его хозяином мира. Есть еще очень интересная вещь. Для реально мыслящих людей, которые ищут доказательства Бога на земле, присутствия. Слушайте, это очень просто. Талмуд в трактате Хулин приводит тут предание, в котором сказано, если где-то обнаружится неизвестное до сих пор млекопитающее с раздвоенными копытами и невозможно выяснить, жует ли оно жвачку. Мы можем спокойно его резать и есть, если оно не семейство свиней. Объясняю, почему я вам такую долгую фразу. То есть, властелин мира знает, сколько видов сотворил. И он говорит, что нет больше животных таких на земле. Слушайте, ну это, кроме того, сказано, что все млекопитающие, у которых нет рисов среди верхних зубов, непременно будут жевать жвачку, иметь раздвоенные копыта. А откуда я это знаю? Торда она была на Ближнем Востоке, на Синае. Три тысячи лет назад сотни видов животных были открыты. Кто мог такое сказать? Только тот, кто создал этот мир. В прошлом веке, вот чтобы проверить это высказывание, известный исследователь Кох получил задание от правительства Великобритании проверить, существует ли на земном шаре хотя бы животные, чтобы так сказано было не так, как в Торе, например. Ничего не нашло, ни одного не нашло. А вот такое простое утверждение мудрецов говорит, что любое млекопитающее с рогами ветвистыми окажется жвачным с раздвоенными копытами. Но откуда вы знаете, не открыты были еще целые континенты. Но тем не менее, так и произошло. Больше того, вдумайтесь, Бог говорит такую вещь в Торе, мы с вами очень много читаем вообще в эти книжни, и следующее, например так. Из всего живого, обитающего в воде, Тора разрешает нам есть только рыбу с чешуей и плавниками. Но Талмуд говорит к этому, что если у рыбы с чешуей, если мы имеем рыбу, видим чешую, плавник есть точно. Но как это может быть? Ведь еще в океанах каждый день насчитывают новые, какие-то десятки тысяч открытых новых видов. И ни разу, никто никогда не открыл рыбу, в которой если есть чешуя, то нет плавника. Кто это может дать гарантию, что так и будет? Что не будет такого существа? Только Творец. Ведь это железные доказательства, надо только в них вдуматься. Сегодня еще, знаете, давайте от кашрута уйдем. Сегодня такая ситуация, что очень важно не замыкаться в своей скорлупе. А те, кто говорит, что все равно всем не поможешь, расскажу короткую такую предшабатнюю притчу. Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал с песка что-то и бросал в море. Человек подошел и увидел, что мальчик поднимает с песка морскую звезду. Они окружали их миллионами морских звезд на берегу. Зачем ты бросаешь звезды в воду? Спросил человек, подошел к нему. Он говорит, если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то погибнут. И мальчик продолжал завыбрасывать. Тот говорит, ну это глупо, говорит ему человек, оглянись. Здесь миллионы морских звезд. Берег усеянный. Твои попытки ничего не изменят. Мальчик поднял следующую морскую звезду. На мгновение задумался. Бросил ее в море и сказал, нет, мои попытки изменят очень много. Именно для этой звезды. Поэтому помогите одному. А там посмотрим. Наступает шаббат. Очень такой, знаете, серьезный, сильный шаббат. Завершающий шаббат месяца Адар. Его надо провести очень весело. Его надо провести очень духовно. И надо попытаться открыть, немножечко открыть свое сердце. Немножечко в этот день как бы снять с себя вот это вот, ну я не знаю, негативные какие-то эмоции. Да, это сложно, но это обязательно надо сделать. Потому что шаббат посылает спасение. Брахава от слаха. Хорошего шаббата. И всего самого-самого лучше.